Я вам зачитала все четыре задания. Сначала чтение текста, потом его пересказ, потом на ваш выбор монолог, что вы хотите, картинку рассказать про себя, про тему. И четвертое собеседование, диалог с собеседником по монологу. Краевая акция, итоговое собеседование по русскому языку для родителей, явление своего рода уникальное, впервые в истории российской школы. По приказу Минобразования в прошлом году был запущен пилотный проект. В этом все родители девятиклассников обязательно сядут за парты. Многие из них сдавали экзамены в последний раз 20 лет назад, кто-то больше. Я уже и забыл, если честно сказать, и не вспомню. Это было так давно, мне кажется. У нас же такого не было в собеседовании, мы не проходили, писали конспекты, приходили на экзамен, учили это все, приходили на экзамен, тянули билеты, сдавали. У нас это было проще в советское время. Великовозрастные ученики вспоминают, что тогда популярными были сочинения об образе Наташи Ростовой в романе «Война и мир». С тех пор темы поменялись на собеседование, родители рассуждают о современном искусстве, спорте, танцах и кино. За четыре устных задания они должны получить 19 баллов. На все про все 15 минут экзаменатор может остановить собеседника. Вот для чего тут песочные часы. Тут все по-настоящему родители, ждут очереди, в классе есть наблюдатели из Управления образования и других школ. В 2019 году у нас выпускников 9 классов, которые будут проходить итоговую государственную аттестацию, 2400. Рост детей, выпускников 9 классов по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 300 детей. Также итоговое собеседование, которое будет проходить 13 февраля основной период, также будут принимать участие как все выпускники 9 классов, так и дети, которые имеют статус УВЗ и дети-инвалиды. Итоговое собеседование по русскому языку, которое будет проходить 13 февраля в основной период, оно будет проходить на базе своих школ, там где обучаются дети. Тот, кто прошел собеседование, получает зачет и допущен до самого экзамена. Кто провалил испытания, имеет еще две попытки. Телекомпания «Анапа. Регион» решает провести собственный социальный эксперимент. Корреспондент службы новостей без подготовки проходит собеседование в школе. Тема – геолог Кропоткин. Сначала читай. На фотографии изображен вдающийся русский геолог, географ и путешественник. Революционер, один из теоретиков, анархизма Петр Алексеевич Кропоткин. Потом биографию Кропоткину нужно было пересказать, используя знаковые вехи его жизни. Далее – собеседование на тему кино. Ставят зачет – ощущение стресс. Любой экзамен – это стресс. Не только для ребенка, но и для родителей. Вот эта акция, она поможет, во-первых, нам самим понять, что мы все-таки готовы, как мы готовы к этому экзамену. На первый взгляд мы, родители, идем, и нам кажется, что там такого сложного – прочитать текст, ответить на вопросы. Ну, во-первых, даже я волновалась. И потом действительно сложно запомнить все даты, все термины. Самим выпускникам волноваться не стоит. Заверили нас в школе. Темы собеседования разбираются на уроках детально. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-регион.